Древние начатки реформационных движений. Начиная с двенадцатого века в России возникает сильное религиозное брожение, начинается религиозное брожение. В чем оно выражалось? В недовольстве состоянием церкви в нижних сословиях, в средних сословиях появилось много людей, которые стали высказывать недовольство духовным состоянием церкви, духовенства. Двенадцатый век даже. Много было критики, обличений, несогласий, обвинений в том, что церковь ушла от сути христианства и обратилась к обрядам, к обрядоверию. Следы вот этого брожения зафиксированы в одном документе историческом. Это решение Владимирского собора. В городе Владимире был создан специальный собор или, как мы сейчас называем, съезд, большая конференция, где были представители высшего духовенства. Гиппейскопы, митрополиты. Этот собор состоялся как раз вот по поводу потрясений, брожений в церковной среде. То есть, как это урегулировать, как устранить. Какой найти выход из создавшего расположения. Почему так много критики, так много обличений, так много ненавольства. Чем это связано. Этот собор состоялся в 1274 году. Это уже 13 век. 1274 год. Но то, что было вынесено на собор, это имело место в жизни еще с 12-х столетия. Так что его документы – это обзор того, что стало назревать церковной, духовной жизнью еще гораздо ранее. Этот собор осудил так называемую симонию. Было, значит, разрушено осуждение симонии. Все, что такое симония, вы знаете? Это приобретение церковного цена за, раньше, как говорили, за мзду. За взятки, за деньги, за специальные поборы. Там были такие формулировки. Язык был старый, древнерусский. Так что вы не смущаетесь, если мы будем дословно приводить эти выражения. Они кажутся немножко такие смешные, но со смыслом. Значит, вот буквально выражение из постановлений собора такое. «Поставленный на мзде, да извержится, да извержится и поставивший его». Значит, тот, кто получил церковный сан таким образом, должен быть отлучен. И отлучен должен быть тот, кто его, как мы сейчас говорим, рукоположил, посвятил на это дело. Собор установил правила, правила подбора кандидатов на служителей. Правила подбора кандидатов были установлены. Так что предписывали вот эти правила относительно подбора кандидатов? Для того, чтобы выдвинуть то или иное лицо на духовное служение, требовалось свидетельство или рекомендация духовника. Рекомендация семи священников и свидетельство соседей. Собор вынужден был принять такое решение из-за того, что очень сильное поражение было в церквах, в дороге. То есть, кроме вот этого соборного постановления, которое явно говорит о том, что в церкви была сильная оппозиция духовная, В народе распространялись сборники письменные, сочинения явно такого реформаторского содержания протестантского. Название некоторых сборников известны. Один из них называется «Предисловие покаянию». «Предисловие покаянию». Значит, авторы чистотей и сочинений вот этих сборников точно неизвестны. Уж слишком древний эпох. О содержании известны. О содержании известны, да. Мы приведем кое-что оттуда. Второй сборник назывался просто «Трифоновский сборник». Ну, может быть, вот некий Трифон такой, как бы, с душой реформатора, который ратовал за ивангельские принципы духовной, церковной жизни. Значит, какие призывы были в этих сочинениях? Там было осуждение нерадивого духовенства, осуждение нерадивых служителей. Значит, вот, например, что автор этого сборника сказал о тогдашнем духовенстве, о большинстве духовенств. «Ныне же соль земли испрахнела вся». Испрахнела. «Ныне же соль земли испрахнела вся». То есть превратилась в прах, в тлен. Или по Евангелию потеряла силу. Значит, в этих сочинениях был призыв к тому, чтобы дать право на проповедь каждому верующему. То есть не только священник имеет право на проповедь, но любой христианин, обладающий определенными способностями, имеющий определенный духовный уровень, имеет право на проповедь. Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. В этих сочинениях такие предложения и требования тоже своеобразные. «Если нет достойного священника, то исповедь может принять любой христианин». «А как это представляет достойного?» «Ну, если народ видит, что батюшка пьянствует, постоянно ведет себя недостойно, то, естественно, у человека мысль такая – возникает рак, я пойду на исповедь к нему, когда я вижу, что батюшка такой образ жизни ведет». И, конечно, такие вопросы возникали, выражение было на этой почве. Тогда поступали такие предложения, что любой христианин может принимать исповедь. А дословно это формулировалось так – человек без сана, без сана священника, но духовный, имеет право принимать исповедь. Человек без сана, но духовный, имеет право принимать исповедь. Что касается проповеди – предложение такое реформаторское, протестантское, евангельское. Ну, и по поводу исповеди тоже. И еще была такая фраза интересная. Она, в общем-то, объединила требования и проповеди для всех и прославление Бога для всех. Она формулировалась таким образом. «Лепо же есть всем славить Бога и всем проповедуйте учение Его». Лепо – значит, хорошо, прекрасно, достойно лепо, лепота, красота. «Лепо же есть всем славить Бога и проповедуйте учение Его». Хорошо, чтобы все славили Бога и все проповедуйте учение Его. В этой фразе такая вот программа просматривается протестантская, евангельская, реформаторская. Призыв к тому, чтобы все максимально участвовали в служении. Не только определенный класс служителей. Но все. Но вот на самом деле была рассмотрена эта симония, как раз вот эти вопросы рассматривались там. А вот насчет этих вопросов неизвестно рассмотреться. «Серковь или нет». Да, это вот ходило, циркулировало в народе в сочинениях, в списках устной передачи. Ну и вот такое выражение в конце концов появилось в том, что к началу XIV века, к началу XIV столетия, что вне храмов стали возникать группы верующих, стали возникать собрания вне храма, где люди собирались по нескольких человек, собрания состоящие из нескольких человек. Даже по два, по три человек могли быть такие группы. Или более. В них рано. Для какой цели? Группы верующих. Да, группы верующих. Для, как это помечено в тех сборниках, для молитвословия и книжного чтения. То есть, наступновение собрания вне храма. Для молитвословия и книжного чтения. То есть, эти группы стали называться «общины верных». То есть, людей, которые старались точности исполнить учение Христа. Стремились быть ближе к Богу, преданными Богу. Во всем. Общины верных. Собраний для молитвословия и книжного чтения. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»